Всем большой привет, с вами Настя и вы на канале Toskana Becks. И сегодня мы поговорим про Карла Лагерфельда. На самом деле это человек-бренд. Я думаю, нет ни одного человека, который бы мигом не представил его солнцезащитные очки и знаменитый хвостик. Но несмотря на то, что из самого себя он сделал бренд, собственного узнаваемого стиля у него так и не появилось. На протяжении многих лет он очень удачно выстраивал бизнес и адаптировал идеи, которые уже были придуманы до него. На самом деле Карл Лагерфельд буквально перекроил целое пособие по истории моды. И чем же он так запомнился миру моды? Первое, он поражал своей работоспособностью. Судя по загрузке в разных брендах, участие в съемках и работе над собственной коллекцией, мне кажется, он не отдыхал практически никогда. В 1958 году его пригласили в дом моды Жанна Пату. А через 7 лет он уже возглавлял итальянский бренд Fendi. Спустя год его переманивают в Хлоэ. На самом деле немногие вспомнят, но именно Карл заложил очень узнаваемое ДНК этого бренда. А с 1983 года Карл Лагерфельд возглавил модный дом Шанель. И, кстати, умудрялся совмещать это с работой в Fendi. Последнему он отдал 54 года своей жизни. Он работал буквально круглосуточно, причем абсолютно над разными задачами. И даже в 85 лет давал фору молодому поколению. Второе, он переосмысливал чужие идеи. На самом деле Карла Лагерфельда очень часто сравнивают с его современником, Ивом Сен-Лораном. В свое время они были великими соперниками, как в мире моды, так и в личной жизни. Но Карла нельзя было причислять категории изобретателей, какими были Кристиан Диор, Кристобаль Баленсиаго или тот же самый Ив Сен-Лоран. При этом Карл сумел настолько интересно подать разработке своей предшественницы Коко Шанель, что никогда, даже при жизни самой Коко, бренд не был настолько популярным и узнаваемым. Ни один другой модный дом не может похвастаться таким количеством общепринятых символов. От твидовых костюмов с жакетами букле, камелей и стеганых сумочек, до маленьких черных платьев и длинных ниток искусственного жемчуга. Согласитесь, когда вы видите на подиуме твидовый костюм, вы в первую очередь думаете именно о Шанель. Удивительный тон, насколько дизайнер, который разменял девятый десяток, мог чувствовать молодое поколение. Ведь именно Карл был одним из первых люксовых дизайнеров, кто стал создавать очень интересный контент для молодежи. И именно тогда бренд Шанель снова стал трендовым и модным, и вышел далеко за пределы границ своей целевой аудитории. Успешные женщины возрастом за 40. В общем, он сломал те барьеры, которые разделяли моду и роскошь. Его, кстати, нередко сравнивали с Энди Ворхолом. А еще Карл Лагерфельд очень запомнился своими провокационными высказываниями, которые, впрочем, не повлияли на его блестящую репутацию. Они толстые мумии, сидящие на своих диванах перед телевизорами с пакетами чипсов, и говорящие, что модели страшные. Эта фраза уже давно вошла в золотой фонд цитат Карла Лагерфельда. Сложно представить, что кто-то из современных дизайнеров скажет такое, но от Карла можно было ожидать всего. Он не стеснялся критиковать ни коллег по цеху, ни культовых селебрити, ни даже королевскую семью. Плохие пропорции, уродливые шляпы, короткие юбки на широких ногах. Именно так он отозвался о свадьбе Кейт Миддлтон и принца Уильяма. А про сестру Кейт Пипу Миддлтон он сказал, что ее лучше показывать исключительно со спины. На самом деле здесь удивительно другое. Карл всегда относился к модному дому Шанель, и при этом никогда его провокационные высказывания не воспринимались как позиция бренда. Например, если Жанна Поля Готье за такое просто отменили, кстати, об этом у нас был отдельный выпуск, обязательно посмотрите, если еще не видели, то на Карла Лагерфельда никто даже не осмелился поднять руку. Также Карл Лагерфельд выбирал мусс себе подстать. Например, среди них много очень неординарных девушек с интересной внешностью, которые на первый взгляд не могут ассоциироваться с таким брендом. Например, Кристен Стюарт. Вряд ли без Карла Лагерфельда она могла бы избавиться от образа Беллы из «Сумерек». Ее уж точно не ожидаешь увидеть среди посланниц модного дома Шанель. Но так или иначе, она настолько подстроилась под эстетику модного дома, что сейчас остается одной из самых преданных поклонниц и самых узнаваемых лиц. В 90-х Карла вдохновляла Ванесса Паради, а спустя несколько десятилетий ее дочь Лили Роуз Депп. И на самом деле сложно понять, кому роль девушки Шанель удалась лучше. Ну и, конечно, Карл Лагерфельд запомнился именно своим периодом творчества в модном доме Шанель. Поэтому сегодня подборка сумок в стиле Шанель от Toscana Bex. Мне захотелось взять вот такую яркую и объемную сумку-кесет. Выполнена она из гладкой кожи, и при этом здесь есть узнаваемая стежка. Сумка закрывается на такой шнурочек, и дополнительно здесь есть замок. Внутри эта модель выглядит вот так. У нее единое отделение. На задней стенке есть кармашек на молнии. А спереди, кстати, располагаются кармашки открытого типа. Сзади никаких кармашков нет, зато они есть по бокам. Выглядят вот так. Они открытые и находятся с торцов сумки. Здесь достаточно длинная ручка. Она позволяет носить сумку в руке на сгибе локтя и на плече. Ну и, если хотите, сумку можно надеть в формате кроссбоди. При помощи длинной цепочки, которая идет в комплекте. Стоимость этой модели 8480 рублей. Есть в наличии и в других цветах. Следующая модель хит, который подходит буквально ко всему. Тоже мягкая гладкая кожа, узнаваемая стежка, цепочки в стиле Шанель. И, конечно, вот такая фурнитура. Закрывается эта сумка на клапан, и здесь есть замочек. Внутри модель выглядит вот так. Никакой молнии здесь нет. Здесь два основных отделения, и посерединке есть отделение на молнии. На задней стенке кармашек, который закрывается на молнию, а спереди кармашек открытого типа. Он такой буквально под карточку, выполнен из натуральной кожи. Сзади модель лаконичная, просто гладкая стежка без каких-либо кармашков. Цепочка здесь одна, а отверстия под нее четыре. Поэтому сумку можно носить разными способами. Например, если распределить цепочку на две части, то можно носить сумку на плече. Смотрится это вот так. И также можно перетянуть ее на одну сторону, надеть кроссбоди или просто на плечо в длинном варианте. Стоимость этой модели 7600 рублей. И еще одна объемная модель. Захотелось показать ее именно в красном цвете, но, кстати, в наличии есть и другие. Это сумка на единой ручке. Здесь по бокам есть цепочки, но само основание кожаное. Очень удобно, когда сумка лежит на плече. Закрывается эта модель на молнию, и внутри выглядит вот так. У нее также два основных отделения, и посерединке есть отделение на молнии. С одной стороны два кармашка открытого типа, они обработаны натуральной кожей. И с другой есть кармашек на молнии. С внешней стороны сумка выглядит одинаково и спереди, и сзади. Здесь нет никаких кармашков. Как я уже говорила, ручка достаточной длины, чтобы носить сумку на плече, причем даже на верхней одежде. Ну и плюс ко всему, всегда можно воспользоваться сменной цепочкой, которая идет в комплекте, и надеть модель в формате кроссбоди. Стоимость этой сумки 9980 рублей. Ну что ж, на этом у меня все. Эти и многие другие сумки вы сможете купить в Toscano Bags. У нас есть шоурум в Санкт-Петербурге. Он располагается на станции метро Гражданский проспект и работает по предварительной записи. Записаться вы можете у менеджера и также на нашем сайте. Кстати, на сайте доступен полный каталог наших моделей. Заказы мы доставляем различными курьерскими службами, а по России при помощи Почты России доставка будет бесплатная, если в вашем заказе есть сумка по полной стоимости. На этом у меня все. Я прощаюсь с вами до следующих роликов. Спасибо, что посмотрели.